Добрый день, весёлая физкульт-минутка, меня зовут Юрий Тарёв и рад всех приветствовать в программе «Большой завтрак». По традиции, а это уже стало хорошей, доброй традицией, мы готовимся вместе с вами, дорогие теледрительницы, к сезону мини-бикини. Итак, друзья, встречайте, продюсер группы «Топлес», ресторатор и просто красавица Светлана Лиза. Света, привет! Привет! Ты давно занимаешься? Ну, я думаю, где-то полтора года. Беспрерывно? Ну, иногда перерывчики бывают, конечно, бывает при болею, бывает просто день. Но стараюсь хотя бы раза два-три пистели уходить. Ну, а наш тренер сегодня, это профессионал своего дела, Максим Никонов. Макс, привет! Привет! Скажи, легко тренировать девушек или нет? Капризничать на ней? Ну, они, конечно, всегда немножко капризничают, но мало того, что их тренировать легко, их тренировать намного приятнее, чем парней. Ни одна тренировка не обходится без разминки. 10-15 минут достаточно. Это делается для того, чтобы согреть организм, подготовить сердечно-сосудистую систему, мышцы и связки к предстоящим нагрузкам. В фитнесе самое хорошее, самое главное – это хорошее настроение. Поэтому от тренировки получаем максимально позитиво. Пока хорошее. Это самое главное. Ходьбу можно разнообразить. К примеру, интервальный вариант – чередовать быструю и медленную дорожку. Или взять в руки небольшие гантели и ходить с ними. Так, ну что, акцент сегодня сделаем. Ягодицы, пресс, руки. Пойдет так? Пойдет. Отлично. Начинается разминка с гиперэкстензией. Этот тренажер, помимо укрепления спины, также дает нагрузку на ягодицы. Становимся в тренажерчик. Руки за голову. Плавненько опустились. Поднялись, зафиксировались. О тренажере. 10-12 повторений. Отдых между подходами не больше минуты. Дальше перейдем к прессу на брусьях. Пресс на брусьях – это акцент делается на нижней части пресса. Одно из таких базовых упражнений. Оно достаточно сложное, но и очень эффективное. Фиксируемся на брусьях. 90 градусов угол фиксируем. Плавненько опускаем. Полностью ноги внизу не опускаем. Пресс не должен расслабляться. Если тяжело прямыми ногами, есть вариант. Ноги согнутые в коленях. При подъеме делаем выдох. Следите, чтобы тело не раскачивалось. Ноги не должны подниматься по инерции. Так пресс вы не накачаете. Кстати, еще один лайфхак. Замечали, что после смеха начинают болеть мышцы пресса? Они также работают. Поэтому чаще смейтесь. Это полезно во всех смыслах. Сделаем приседания с акцентом на ягодицы. Становимся в тренажерчик. Ноги пяточками по линии. Плечами упираемся в тренажерчик. Приподняли его. Зафиксировали. Ноги либо вместе, либо узкая постановка. Колени слегка согнуты. Таз отводим назад. Спина при этом остается ровненькая. Вверху ноги полностью не упрямляем. Колени остаются слегка согнутые. Чувствуем, как растягивается задняя поверхность бедра и ягодицы. Мышцы ягодиц в своем развитии мало чем отличаются от других мышц. Поэтому и советы простые. Постепенно увеличивать нагрузку, дробное питание и хороший сон. Ну что, Максим, тренировка закончилась? Да. Как физический потенциал нашей героини? Отличный потенциал на высоте. Тебе огромное спасибо. На здоровье. Дорогие друзья, помните, что самое главное – пользоваться услугами профессионального тренера. Можно, конечно, приходить в спортзал самому и начать что-то делать. Но лучше всего, конечно, воспользоваться услугами профессионалов. Желаю тебе хорошего дня и до новых встреч. Ну что, Света, у тебя, так понимаю, сейчас заминка, да? Да. Как потренировалась? Ой, отлично, мне все очень понравилось. Сделали самое, наверное, главное упражнение на все тело. Это здорово. Самое главное – попа. Попа бедра. Ну что, Света, тебе огромное спасибо за то, что согласилась провести эту тренировку вместе с нами. Дорогие друзья, дорогие телезрительницы, верите, что на самом деле все очень просто. Нужно стесняться. Приходите в спортзал и встречайте сезон мини-бикини 2017 вместе с телеканалом СТВ. Дорогие друзья, 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 дорогие друзья